Друзья, всем привет. Недавно я на канале изготовил вот этот хитрый болт. Здесь 10 заходная резьба шагом 4 миллиметра. Сразу в обе стороны левая и правая. Чтобы ее нарезать я сам изготавливал резец и затачивал его особым образом под большим углом. Видите как идут витки. Сегодня я хочу показать вам как я это делал. Есть у меня державка от старого сломанного советского резца. На его основе и буду делать резец для нарезания многозаходной резьбы. Решил упростить работу и в качестве режущего элемента я вырвал старую сменную твердосплавную пластину. Она как видите треугольная и уже имеет угол 60 градусов. Сейчас на резце нужно сделать небольшую кроточку немного сточить. Таким образом чтобы когда мы припаяем пластину она уже оказалась на нужной высоте относительно центра. Ориентируюсь уже по готовому резцу и видите стачивать нужно совсем немного. Два-три миллиметра. Вот так я обточил. Снял где-то миллиметров пять или шесть и обточил снизу также твердосплавную пластину чтобы она лучше припаялась. Снял защитное покрытие. Смотрим. Видите кончики пластин практически совпадают. Подгонять уже буду после пайки точно. Припаивать пластину буду с помощью припоя с высоким содержанием серебра. Здесь 40 процентов. И он идет сразу афлисованный. Также нам понадобится горелка с мапгазом. Еще нам поможет вот такой маленький индукционный нагреватель микроша. Я его взял попользоваться у своего друга Игоря. Он на 2 киловатта. Сначала я нагрею и смажу флюсом поверхности которые будут спаиваться друг с другом. Теперь я выставляю пластину как мне нужно. И теперь вокруг обложу маленькими кусочками серебра. Он расплавится и протечет туда куда нужно. Тем самым спаяя намертво пластину с самим резцом. Ну по крайней мере так задумано. У микроши в комплекте есть спирали различного диаметра. Нужно подбирать таким образом чтобы нагреваемая деталь занимала как можно больше объем. Включаем нагрев и смотрим за магией. До сих пор меня завораживает вид раскаленного металла. В детстве я также очень любил что-нибудь плавить. Я думаю каждый плавил свинец. Процесс пошел. Нагреватель мощностью 2 киловатта. Надеюсь ее хватит чтобы расплавить серебро. Ай красота какая. Смотрите начинает раскаляться. Сейчас серебро должно расплавиться и протечь между пластиной и резцом. И намертво их спаять. Дам немного отдохнуть микроши. И повторим еще раз. Пока выглядит вот так. Нужно сместить нагреватель немножко дальше. Вот здесь видите не расплавилось серебро. А так отлично. Также добавил немного серебра вовнутрь в отверстие. Дополнительно можно греть державку с другой стороны просто газовой горелкой, чтобы облегчить задачу микроши. Так процесс нагрева идет еще и интенсивнее. Все пусть остывает. Запахло жареным. Вот что получилось. Теперь идем на заточку. Ну что давайте посмотрим что получилось. Вот так вот выглядит заточка вблизи. Специально я делал большой угол. Потому что видите резьба идет тоже под очень большим углом. Немножко попытался облагородить державку. Может быть резец получился немножко неказистый. Но мне нравится что получилось. Всех резцов ребята не купишь. Все равно какие-то приходится делать самому. Потому что таких в продаже под такими большими углами я не встречал. Давайте проверим совпадают ли вершины. В принципе да. Может быть совсем небольшую подкладку придется подложить под самодельный. Огонь. Можно ставить и пробовать нарезать резьбу. Сверху также подправил на алмазе, чтобы режущая кромка была очень острая. Выставил резец и продолжаю. Напомню, что у меня обломило резец на втором витке. Вроде все хорошо. Все отлично работает. Резец получился довольно жесткий. Мне нравится как все идет. Мне еще предстоит достаточно много работы. А у меня ребята на сегодня все. Если видео понравилось поддержите лайком. Если есть что добавить либо посоветовать добро пожаловать в комментарии. Всем пока. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok